И снова здравствуйте, всем привет! Итак, попадается, попадается мне постоянно программа Каскадер. Я раньше в ней, значит, сидел, делал анимации, ролики тоже по этой теме есть. Ну, думаю, зайду еще разок, посмотрю, что тут да как. Ну, давайте посмотрим. Значит, что, как сюда импортировать нашего персонажа с Blender? Первое, давайте попробуем, импортируем сюда, значит, модель. Так, импорт модели, значит, выбираем персонажа, значит, вратарь с футбольной команды. Рик у него, значит, Миксамовский. Высвечивается вот такое окошко. Включить вот это окно можно, нажав вот эту вот функцию. Вот, rig mode. Ну, вот пока автоматически она, значит, сразу выкидывает. Нажимаем click rigging. Здесь вот origin пишем на английском rift. А здесь пишем left. Значит, это все дело генерируем. Rig у нас, видите, выбранный. Так, перемещение alt, зажатое колесико. И alt, левая кнопка мыши перекрутка. И alt, правая кнопка мыши Skyl. Все стандартно, все как обычно, значит, все сгенерировано. Так, теперь посмотрим вот эту вот функцию, да. Вот физики нет у него, видите. У него есть сетка и есть просто кости. Он голый. Значит, добавляем ему настройку кисти рук. Сгенерируем потом hand. Сгенерируем и позвоночник. Управляшки вот эти вот рук, позвонка, ног. А3 элементы. Генерировать rig. Генерировать rig. Появилась у нас, значит, физика. И изменился вот так у нас, значит, rig. Если мы сейчас будем смотреть, переключаться между вот этими функциями, то у нас получается вот это для физики. Это, значит, у нас сетка. Это, значит, у нас основной, значит, rig. Здесь у нас rig уже измененный. И здесь у нас другой вариант rig. Так, управляшка. Управляется все вот этими функциями. Это, значит, скайл, потом ротация и транспозинг. Ну, или просто вот нажимаете, чтобы методом тыка выбирать вот эти вот кости. Так, как это все изменяется? Значит, вот вы можете, видите, тянете, и он тянется за вами. Почему? Потому что стоит инверс кинематика. Тут есть фикеи, когда вы будете работать с фикеями, переключаетесь на локальное. Тут есть глобальное и локальное. Но на глобальное вот так все это дело работает. Но лучше на локации-то работать. Вот. Теперь только рука движется. Уже таких изменений нет. Так, глобальная инверс кинематика присутствует. Вот. Он начинает тоже двигаться. В фикеях. В фикеях у нас работает только вот рука. Локальная. Что тут еще? На другой риг переключимся. Вот на этот. Смотрим, как тут все работает. Вот. На этом риге работает только движение, значит, фикеи. Так. Перекрутка. Это значит, вот она. Кисть. Не работает. На другом риге. Проверяем. Так. На этом риге. Кисть тоже не работает. Значит, заходим, включаем опять же генерацию. Высвечивается окошко. У меня чуть-чуть подвисает. Ну, для ноута вот это слишком, наверное, тяжеловато, что ли. Хотя, что тут того, да? Значит, так. Опять же, включаем. Включаем hand. Делаем add rig элементы. Опять же, включаем на другую руку. Делаем add элементы. Так. Теперь проверяем, как у нас рука заработает. Так. Смотрим. Генерируем риг. Ждем. Так. Что у нас тут потести руки? Так. Пикеи. На другую, значит, устанавливаем. Тут вот тоже разница в настройках рига. Так. Что тут еще? Так. А ну-ка, попробуем перекрутку. Заработала. Все. Вот здесь заработала. Так. Смотрим теперь по пальцам. Вот это приловчиться надо. Alt. Левая кнопка мыши. Так. Смотрим по пальцам. Что у нас с пальцами? Где будет этот риг? Так. Вот. Крутится, значит, пальцы. Если будем кисть всю вот эту крутить, перекручивается только кисть. Ставим перекрутку. Смотрим, что да как. Значит, выбираем. Вот появилась тут, видите, крутилка это знак. И вот у нас пальцы скручиваются. Но на этом риге, на этом риге, каждый палец, ну, каждую фалангу накрутить. Почему-то не работает. Не так сгенерировано, наверное. Так. Теперь, что у нас? Теперь у нас, значит, по кадрам. Переключаемся на пятый кадр. Или жмем английскую F. Ставим ключ. Так. Пока физику отключим. Или вот нажимаем вот этот ключ. Убрать, поставить. Так. Тут тоже вверху inverse kinematic, фикеи. Потом здесь у нас уже это циклы создаются. Значит, выбираем пятый кадр. И где-то давайте двадцатый. На двадцатом кадре добавляем F кадр и добавляем, значит, что? Добавляем циклы. Так. Это делаем тут. Вот тоже риги разные. Локально, глобально. Выбираем тогда всего персонажа. Весь что-то он не выбирается. Так. Выберем тазовую кость и попробуем ее поднять. Поднимаем. Так. Что у нас теперь получилось? Вот у нас получилась анимация. Так. Это у нас, значит, физика. Здесь он более мягко показывает. Так вот, видите? И ноги у него сейчас поближе. Вот он раз. И у него вот эта вот вибрация идет. Амортизация. А этот у нас с задержкой идет вверх. А этот уже прописал вот эти промежуточные кадры. Так. Жмем F. Добавляем еще один кадр. Так. Что у нас тут? Вот эта штука, значит, циклы создает. Упсет. Так, если мы здесь нажмем, так, на этот кадр, нажмем циклы, потом нажмем. Ну, вроде все подключилось. Оно так. Вот физика. Вот это вот классная штука. Ну, все остальное. Все остальное. Вот управление костями. Можно приловчиться. Ну, в принципе, блендер. Это мое личное мнение, что блендера достаточно. Единственное, что если сюда персонажа закидывать уже с анимацией, то тогда можно, значит, вот эту физику просто добавлять. И тогда будет анимация мягче. Ну, просто как бы для корректировки. Так, как можно слияние сделать? По-моему, вот эта клавиша. А ну-ка. Нет. Так, это у нас. Смотрим. Этот вверх-вниз идет, а этот уже прикольно так работает. По функциям я сейчас просто методом тыка. В принципе, тут скручивание глобально, локально, управление, разные риги. Вот она физика. Так. Сетка так далее, далее. Риг. Здесь, значит, у него призрак. Так, по-моему, вот он призрак. Смотрим на призраков. И вот он добавляет, видите, вот я показываю, где на данный момент должен, в принципе, стоять персонаж. Вот. Как этот зеленый стоит, и он уже на этом ракурсе должен быть. Выделяем. Смотрим. Поднимаем. И вот здесь он уже должен прописаться. Но он не пропишется, пока вы не поставите ключ. F английская. И вот раз его прописали. Все. Теперь вот оно еще мягче становится. Так. Тут вот он показывает недостающие, значит, кадры. Это вот мало. Это тоже. Этот прилепился. Это Ghost State. Вот. Должно их тут показываться. Вот. Много. Этих кадров. Вот он теперь идет по этим призракам. Призраки. Кстати, вот этот призрак есть и в Blender. Но это аддон. Так. Я его снимать хотел снимать. Но он получается как аддон купленный. И, наверное, нельзя будет его показывать. Именно, как сказать. Ну, все права на него, я так понимаю, у автора. Но работать тоже можно. Но я, если хотите, сниму ролик и просто закину его в группу ВК. Чтоб вы посмотрели, как работает, значит, этот аддон с призраками в Blender. Так. Ну, в принципе, ничего тут такого страшного нет. Модели можно свои сюда, значит, закидывать, импортировать. Камера. Значит, это у нас Snap to Auto Fizica. Это вот все физика. Это у нас идет баллистика. Если вдруг прыжки делаете, вот эту баллистику включаете. Вот она снизу появляется. Вот она. А когда он движется вперед, прыгает, то это показывать будет дугу. Так. Ну, это понятно, да? Так. Что еще? Значит, так, с баллистикой разобрались. Здесь еще можно прописывать, вот какая штука. Можно вот этот кадр прописать как безе, а следующий кадр прописать линейно. Это в Blender тоже все делается, но это уже настройка в Graph Editor. По-моему, там вот эта вся штука. Так. Так же здесь есть график, Graph Editor. Здесь вы выбираете какие-то кости. Допустим, вот они вам кости. Вот они по названию, тут все в английском. И вы также можете колесиком все это делая, значит, глобально может переключиться. Что-то он не меняется. График. Ну, есть неудобства, вот сейчас бы клавишу G нажать, и было все хорошо. Так, Ctrl-Z. Хорошо, что здесь Ctrl-Z работает. На этом, как говорится, спасибо нам. Так, по таймлайну, сейчас посмотрим, что у нас тут. По таймлайн стоит на 100 кадров. Вы также можете его выбрать и напечатать, допустим, сколько вам надо. 20, да? Вот у вас выставляется, что здесь 20 кадров. Так, здесь что у нас выходит? Так. Уменьшить вот эту штуку. Увеличить. И уменьшить. Можно. Так. С ноля идет с первого кадра, значит, анимация. По 20, вот он. K-Mod in Play. Ctrl-X. Значит, это Play включает анимации. Так, вот она. Пауза X. Так, это Ctrl-X. Проверяем, что он нам даст. Инвертировать фрейм индикатор хот-кей. Инверсия. Фиксировать интерполяцию on-chance interval. Так, ну и тут такая штука, значит. Тэп, шаг, линейно, без Е. Вот можете и этими пользоваться функциями, этими. Так, здесь у нас, значит, прописка циклов. Первый, последний создается, значит, связь анимаций. Ну и в принципе все. Сеттинг, синхронизация. Импорт анимейшн, экспорт сцены и так далее. Так, давайте посмотрим, как закинется. Так, новая сцена включаем. И вы видите, когда я включаю новую сцену, вот она появилась. А эту можно закрыть. Сколько у вас сцен будет? Они все тут будут открыты, если вы их не будете закрывать. Так, теперь, значит, как импортируется сюда. Значит, импорт, модель, закидываем. Закидываем волка. Так, волк закидывается, но для животных вот этой штуки здесь нет. Поэтому сгенерировать я риг не могу. Вот, у него получается голяк, именно кости, сетка. Все, физика к нему не применяется. А печально. Так, смотрим, что тут физика отсутствует. Ну, анимации нету, видите, да? Английская X. Нажимаем, анимации нет. Тут нужно отдельно анимацию импортировать. Анимация. Находите тот же файл. И два раза вот появились 20 кадров. Значит, у него привык к пробелам включать. А тут X. Так, 20 кадров. Чтобы это все зациклить, ставим 20 кадров. И вот у нас теперь будет... Так, погдоните. Вот у нас волк бежит. У него 20 кадров. Теперь, когда у нас есть 20 кадров, да? Так, вот как это все уменьшить? Прибавить. Так, с первого кадра начинается все это, да? А это 24-й. Так, а нам нужно 20. 20 кадров. Так, есть такое дело. Что тут по настройкам значит? FPS, тайм, фреймы, фреймы, тайм-код. Ну, это уже пока не надо, да? Так. А ну-ка попробуем поставить на нулевое, сделать цену. И значит, делаем 100 кадров. Enter. Врачок, волк. Вот все, что тут есть. Вот, высвечивается физика. Опять же, если сейчас здесь не будет на человеке, когда вы, значит, хотите прилепить физику или применить к персонажу, то вот они, здесь это все дело настраивается. Так, что тут вот это вот? Track, cancel. Это вот все. Merge track. Track, house object. Так. Вот единственное, что Крит циркл. Давайте попробуем его создать. Вот я не знаю. Так, вот эти у меня как уменьшить значит, вот эти покадровки. А ну-ка через alt. О, через alt зажимаем и крутим колесико. Все, разобрались. Так, теперь нам вот как сделать, чтобы вот он бежит 25 кадров, да? А я хочу, чтобы он бежал все 100. Давайте посмотрим, как это сделать. Так, здесь еще, значит, можно что? Добавлять треки. Это вот, вот эта вот штука. Add track. Control, shift. Сочетание клавиш. Add folder. Фолдер. Создаем фолдер. Окей. Смотрим, что тут происходит. Теперь, если на первом кадре, значит, включить синхронизацию или трек один надо, да? Так, трек. Создадим еще два. Вот уже у нас и тут получается можно прописывать и тут тоже. А ну-ка. F. Вот, видите, добавлять ключи дополнительные на разных треках. Ну, тоже функция прикольная. Так, это значит, отключать их можно. Здесь их можно включать. Включать, значит, цикл создавать. Смотрим. Так, это значит, X. Вот, добегает до 25-го и дальше анимации нет. Вот. А ну-ка. Если мы сейчас продлим, допустим, вот эту анимацию до 53-го. Так, опять на X жму. Так, что-то отвел куда-то дальше. Так, это что у нас тут? Так. Ну, в принципе, что-то у меня тут не работает, надо с этим делом разбираться. Так. Так, а ну-ка. Ну, да, анимация остановится. Вот пишет Cold Create цирклы. Возможно, в этой версии не работает, что и она. Ну, как вариант. Связка есть, циклы подключены. Метод тыка не дает. Трек 0. Так, смотрим дальше. Трек 0. Подключили. Так, что дальше происходит у нас? А ничего. Бег останавливается. Хотя вот эти циклы, они должны их дальше продлить. Вот на то, что растяжение идет, вот это, она должна добавить 12, значит, не прописывает она у меня эту ступу. Печально. Ну, система есть, видите, прописки, значит, нескольких, на разных уровнях, добавляйте треки и прописывайте дополнительные какие-то вот анимации. Так, на этом заблокировано. Вот, можно ставить ключи. Так, это все, что есть. Сцена, выравнивание по иксу, манипуляции, так, фикс, дотейшн, фиксация, ротации, онлайн, кеймфреймы, физика, эвент, такая-то информация. Ну, в принципе, что? Прога неплохая, но все, что здесь есть, за исключением, ну, физика, да, физика, хорошо бы закидывать сюда персонажи своих и подключать к ним физику. Если сейчас в файлу news.send попробуем включить, значит, так, ихние базовые open, давайте state from вот этого игра подключим. И что у него здесь хорошо? Вот, на будущее можно это все дело, значит, копировать. Я сделаю, сделаю скриншот и выложу его в группу для того, чтобы, ну, кто захочет, мог попробовать, значит, вот этого риг, сделать этого персонажа. Видите, фишка в чем, что, сейчас, вот эта косточка, вот видите, как он гнется. Это отдельные позвонки, а вот это держащие кости. Я показывал в прошлых роликах, как вот этот позвоночник таким образом делать. Тут у него направляющие, значит, для колен, тоже в блендер все это дело вставлялось, показывалось. Так, что у него здесь по лапам? Так, вот лапы здесь гнутся, видите, хреновато. Изломы идут, ну, здесь вот все и нормально работает, ну-ка. Точно так же я настраивал, значит, оленя, персонажа, вот именно вот эту голову. Ролики можете посмотреть, кому интересно, значит, хвост тоже настраивал на сгиб вот таким образом. Так, прикольно, но что тут? Не работает такая штука, значит, давайте пропишем, попробуем хоть что-нибудь ему. Так, забываю. значит, на пятый это у нас F. И вот у нас здесь вот с этим персонажем значит физика подключается. Так, и попробуем выбрать его. Так, опять же забываю F прописать кадр. ну и смотрим, что нам что у нас получилось. Вот физика у него есть. Вот если можно сейчас бы к моему волку вот эту чисто подключить эту физику и скинуть обратно в блендер. Вот в принципе вот для этого нормальная опрога. А так все, что здесь есть, то же самое значит есть и в блендер и в принципе если вы делаете анимации в блендер ну только из-за физики. Из-за физики сюда персонажам закидывать. А так все то же самое все движухи все настройки есть в блендер. Ну так полазил посмотрел как сюда импортировать и что тут можно с ними делать. Все всем пока до свидания.